В Эгейском море снова затонула лодка с мигрантами. Погиб один ребенок, еще один пропал без вести. Известно, что лодка вышла в море из Турции и направлялась на греческий остров Лесбос, где мигрантов не особо ждут. Местные жители жалуются на то, что недостаточно обеспечены безопасность и размещение беженцев. Греческий остров Лесбос. Сюда с начала мигрантского кризиса прибыли уже 40 тысяч человек. Ежедневно у этих берегов гибнут несколько мигрантов. Спасатели находят тела, однако хоронить их больше негде. Местное кладбище уже переполнено. Мэр острова бьет тревогу. Сейчас в морге находится 60 тел погибших. Местное кладбище полностью заполнено. Год назад мы и не думали, что оно заполнится настолько быстро. Наша береговая охрана каждый день находит новые трупы. Мы уже выделили новую территорию, но ее надо подготовить. Я считаю, что мы должны бороться с перевозчиками. Они виноваты в том, что беспомощные люди одни оказываются в открытом море. Греческие полицейские и вовсе однозначны в вопросе о том, кто виноват. Они говорят, что трафиканты наживаются на несчастье людей, отправляя в море перегруженные и неисправные лодки. А вот сами беженцы так не считают. Путь в Грецию был очень тяжелым, но нам повезло, никто не погиб. Слышали, многие до острова не добираются. Но я рад тому, что есть перевозчики. Без них мы бы не смогли пересечь море. Местные власти предлагают регистрировать и распределять мигрантов сразу в Турции. Как известно, те, кто бегут из Сирии, Ирака и Афганистана, начинают свой путь именно здесь. Но процедура регистрации беженцев не решена нигде. Легализация пребывания тысяч нелегальных мигрантов – процедура непростая. Однако больше всех страдает Греция. Сюда прибывает 70% беженцев. Саби Байбусинов, Асимай Сахиб, Желудоза Тагильдиева, 24КЗ.